ДОЖДАЛИСЬ ДОРГИЕ ДРУЗЬЯ, С ВАМИ СТУДИЮ ИСИСИ, ТОЛ У МИКРОФОНА, И ЭТО МАЧЬ МЕЖДУ ДРИММЕЙКЕР И КОМАНДОЙ ЭКСТРИМ ГЕЙМИН, В РАМКОХ ЭЙЖИН НЮБЛУМ, СОБСТНО ГОВОРЯ, ВНОВЬ ВОЗРАЩАЮТЕ, НА ДАННЫЙ ТУРНИР, ВМЕСТЕ С ВАМИ, СМОТРЕТЬ ЗА МАЧЕМИ, И ВОТ ЧТО КАСАВИТСЯ, НАПРМЕР, КОМАНДОЙ ДРИММ НА ДАННОМ ТУРНИРЕ, ЧЕСТНО ПРИЗНАТСЯ, НЕ РАДУЮТ ЯНГОН ГАЛАКТИКАС, АРМИ ДжУНИУСС, ДРИММЕЙКЕР, И, НУ, НАВЕРНОЕ, ДАННОСТИ. Мне кажется, Экстрим Гейминг должны сегодня одолеть соперника, ну, относительно быстро, если ДРИММЕЙКЕР будут играть так же, как они играли во многих других играх. В данный момент идут они со статистикой 2-5, 2 победы, 5 поражений. ДРИММЕЙКЕР ОДОЛЕЛИ КОМАНДЫ ТОММТИ КИНГ и ДАЙНОСТИ. Ну а команда Экстрим Гейминг 4 победы и всего 2 поражения. Экстрим Гейминг проиграли таким командам, как Эксесс и Феникс, и обе команды сейчас обладают отличной статистикой, по 4 победы у каждой. Но тут тем временем у ДРИММЕЙКЕР уже набран такой уверенный набор героев. Ферр Спирит Гриммстроук на суппорт роли Бладсикер и Урса на кор позиции. Бладсикер вполне вероятно это какая-то тройка. Уже ДРИММЕЙКЕР показывали такой сетап. Ну и Урса как один из самых надежных все-таки кэрри нынешней меты появляется у них. Тут в свою очередь Таск, Пангольер и Лина. Все три являются отличными лайнерами. Могут выигрывать линии при не самых удачных стечениях обстоятельств. Ну а как мы знаем, стадия лайнинга в данный момент является одной из решающих. И вина Мансер еще и появляется в Экстрим Гейминг. Отличный способ контролировать Урсу. С Бладсикером-то, конечно, посложнее. На мувспидах будет страшенных носиться он как ни крути. Но, тем не менее, и с ним тоже можно будет поспорить, если вдруг вы все фуловы. Веник его мажет. Но Бладсикер там без скорости останется. Ну и плюс вина Мансер это скорость вашей игры. То есть персонаж, который как, например... Бистмастер какой-нибудь может быстро собирать себе некрачи. Идти пушить, быть активным. С первых же минут оказывает на соперника давление. Ну, к Шторму взяли Лину. Видели мы его на более активных персонажах. На том же Шторме, кстати. Смотрелся бодро. Посмотрим, как справиться с таким... Менее плеймейкерским, что ли, стилем. Все-таки Лина не настолько мобильна, как минимум. Как Шторм. Подбанили. Персонажи первой позиции Dream Maker. Второй позиции Extreme Gaming. Ну и через пару минут точно будем знать, как собирается команда исполнять сегодня. В рамках первой карты. Напоминаю, сегодня впереди три Best of 3. Для начала матча между Dream Maker и Extreme Gaming. А потом две игры Young Gun Galactica. Сначала против Phoenix, потом против SMG. И вот так уж мне сегодня не повезло, что для вас комментирую я две игры, в которых есть явный фаворит. В данном случае это команда Extreme Gaming. И в следующем матче эта команда Phoenix. Phoenix, напоминаю, в данный момент идут со статистикой 4-0. Выиграли они 4 матча по 2-0. Выиграли у Calumity King. Выиграли у Dream Maker. У XS, у Extreme Gaming. То есть у самых сильных команд данного турнира они выиграли. Сейчас будет исполнять против Young Gun Galactica, с которой пока выиграли только одну катку у Extreme. И то там, ну как-то все очень странно выглядело. Такое ощущение, что не они выиграли, а это им проиграли. Ну вы сами понимаете, как на китайских турнирах строится. Сила команд, слабые проигрывают, точнее сильные проигрывают слабым. Слабые проигрывают еще более слабым. Короче, там прям очень сложно. Скорее бы плей-офф. Может там будут игры пободрее. Потому что пока что команда как будто бы поддаются друг другу изо всех сил порой. Взяли Morphling Extreme Gaming. Хороший такой, получается, баланс сил у них. Гибкий пик. И в лейт может затянуть. И на ранней стадии активен. Тут в свою очередь Shadowfin. Ну SF против Лины в мид. Посмотрим, конечно, как отстоит Роуз. Но мне кажется, Шторм его там просто казнит, аннигилирует. Есть вероятность, что Аноуну просто не дадут на его Урсе. Показать класс. Все-таки, вот даже по пику, мне кажется, Extreme Gaming сильнее. Ваше мнение вы можете прямо сейчас в чат написать. К сожалению, задержка 5 минут присутствует на трансляции. Для того, чтобы, ну не знаю, типа варды не подглядывали. Типы. Сами прекрасно понимаете, для чего эти задержки есть. Вот. Ну и спустя 5 минут я увижу. И узнаю. Чей пик вам больше нравится. Все-таки Дота не является моей профильной дисциплиной. В ней я не настолько подкован, как, наверное, большинство из вас. Ваше мнение определенно. Мне интересно. Тоже вот забавный момент. Морфлинг один из вот таких вот хардкерри, которые в ЛИТЕ сильны. Но вспомните, насколько на каком-нибудь 15-ом минуте он больно разбивает лица. Даже при наличии одной какой-нибудь яши. Да, он тонкий. Но его тяжело убить, потому что он начинает перекачиваться в силу, как только вы начинаете его ковырять. Прикольно, что у вас есть три вида сайланса. То есть Сизивай, Леонид и Троза могут засайлансить Морфлинга. Но я думаю, стараются парни из команды Экстрим Гейминг с этими сайлансами будут аккуратнее поступать. Так, все, все уже разобрали своих персонажей. Вот-вот начнем. Ну шо ж, удачи командам, удачи нам. Хочу классной игры. Приготовьтесь к битве. Так, и тут же пауза. От Роуза он отлетает. Ладно. Ладно, подождем. Давайте пока перечислим тех, чьи никнеймы мы, в принципе, можем прочитать. Анонс играет в легкой линии на Кэрри Урсе. На саппорт Гримстрок и Трозам. Роуз в миде на СФ. Леонид стоит в хардлинии на Бладсикере. Ну и Сизивай на Эрдспирите. Будет саппорт роль исполнять. Эй-юнит на Веномансере в сложной линии. Каркур на саппорт. Пангольере. Также имеется Тусик на саппорт роли. В легкой линии. Морфлинг у команды Экстрим Гейминг. Ну и Роуз. О, Шторм на линии в мид. Уже с вардом. Они, вероятно, будут опять какие-то маневры по вардингу. На центральной линии. Но все чаще на данном турнире такие бесхитростные варды втыкают в мидл. Приходит Дайер. Вот сюда вот. Искать соперника. О, искать вард. Стоят, пытаются вышку забайтить. А, в свою очередь, Рейден просто приходят и втыкают вард какой-нибудь абсолютно дефолтный. Просто бах. Вот здесь вот. И его тут же снимают, понятное дело. Потому что, ну, вот такие вот несложные варды. Несложно и обезвредить. При этом бывают такие вот более ущеренные способы. То есть в смоках проходят парни. В общем, вардинг центральной линии на Asian New Bloom это вообще отдельная история. Ха-ха-ха. Ну, ничего не написали? Ну да, да, да. Запуленный сэр. Интересно, это будет стандартный в наше время магический Shadow Fiend. Либо же все-таки более универсальная модель. Магический наносит тотальный урон. Но все-таки маг про каст дело не самое стабильное. Ну и плюс вот этот сетап с ультом из-под персонажа, там, допустим, через Yule, да? Он не всегда срабатывает. Что мы уже неоднократно видели даже на данном турнире. VPN. Беда. Ну вот как так-то, а? Играют уже, сколько, месяц, наверное, на этом турнире. Ну, не месяц, меньше, но в любом случае. Для Dream Maker это уже, получается... Это восьмая игра. Каждый раз такие... Ну вот, VPN залагал. Надо перезайти. Может быть, этот вопрос как-то заранее решать. Вот вообще было бы отлично. Потому что нам в шесть утра вот с вами так сидеть, вот ждать во время паузы. Перезахват игрока. И вот перезагрузку модема и все прочее. Дико не в кайф. Так, а когда там плей-офф-то начинается? Сейчас посмотрю, если найду. Просто переносились некоторые даты турнира. То, что заканчивается он теперь 24-го марта, это я знаю. Вот с какого числа плей-офф стартует. 17-го. Final Stage, там Double Elimination сетка. Будет жарко. Восемь команд, собственно, выходят. Ну и там уже бьются... Получается на восемь команд, Double Elimination. Это... Раз... Четыре... Восемь... Десять... Где-то примерно 18 матчей. Ну да, то на то и выходит. Вот да, мне тоже этот вопрос интересует. Есть же какие-то санкции все-таки. Есть какие-то ограничения по вот таким вот паузам. Вроде как 10-минутные. Но... Я точно знаю, что если команда опаздывает на матч, на них накладываются санкции. Там 10 минут опаздывает, не снимаются минуты дополнительного времени на пиках. Это окей. Но не могут же вот так вот просто прям во время карты, уже начавшиеся, за задержки дать команде какой-то штраф или вообще тихлус. Нет, такого быть не может. Есть какие-то другие должны быть рычаги давления. Честно говоря, в такие тонкости не вдавался. Думал, что пронесет. Интересуются. Экстрим? Мол. Ну шо там? Ну где там? Ну ребят. Дрейммейкер старательно игнорит. И шторм тоже такой. Ну и ладно, я пошел. Вот этого персонажа жалко. Блин, вы посмотрите на модельку морфлинга. Я каждый раз вот удивляюсь. Когда в старое время заменили модельку Гули, модельку Винги, я подумал, о, значит и этого парня такое ждет. Когда заменили модельку Вайпера, я подумал, вот теперь-то точно заменить модельку морфа. Ну блин, прошло уже сколько лет существования доты, и он все еще такой убогий. То есть, если мы возьмем, да блин, любого персонажа, абсолютно любого. Ну вот даже Тусика. Ну намного лучше моделька, уже намного больше деталей. Там просто синяя клякса какая-то. Где шмотки все? Какой-то знак протеста? Потому что тут ребята приоделись. Прикольно, что работа продолжает некоторые эффекты на персонажах. Там они глазами моргают иногда. Но при этом замерли. Всегда это нравилось. Пу-пу-пу-пу. Как-то затянулось. Сейчас посмотрю, может админ что-нибудь писал. Конфе. Нет, админ ничего не писал. Здесь... Не хватает мидеров. А что, давайте без мидеров? Вот просто без мидеров... Знаете, как есть mid-only, только мы сыграем sidelines only. Только топ и бот. Теперь сикер отлетел. Па-па-пам. Давайте пока посмотрим, что в квик-байе. Мне дико скучно. Так. Транквилы. Стики. Урна. И-и-и. Наверное, дальше не крачи должны быть у веника. Не знаю, разные варианты есть. Но в основном именно так происходит. По крайней мере, ранее. Дередников видел именно фаст-некра. Тут квик-байе. Ничего особо интересного. Тут пусто. Вот стики. Морбит маска. ПТ. Яша. Такой вот постепенно разгоняющийся морф. Земелья тоже в урну выходит. Разом только манго себе положил. И-и-и. Урса. Ну, в принципе, тут все понятно. Это ПТ. С. БФ. Ох. Вот, сикер вернулся. Кайф. Ну, вижу кто-то... Да даже несколько человек выбрало экстрим гейминг как будущего победителя. Говорят, что СФ уроют. Вот мне тоже показалось, что СФ мид против Лины. Это прям... Слабо. Все, конечно, зависит от исполнения. Но, по-моему, Шторм намного интереснее игрок, нежели Роуз. Шторм как раз из тех игроков, которые Соляру может завозить. Вот Роуз как-то не особо убеждает своим скиллом на большинстве игр. Да, то есть, такой среднячок для своего дивизиона. А вот Шторм выделяется, мне кажется, на уровне даже своей команды. И если закидывать не будут экстрим гейминг, что, конечно, бывает. Мы с вами прекрасно это понимаем и видели уже неоднократно. Вот если не закинут, то должны убить соперника. Сейчас еще раз чекну, может. Никакой информации, ребят, никакой. Вот верите, нет, жду, наверное, даже больше вас, когда все продолжится. Потому что вы вот сидите там, чайку налили, бутик взяли. Или, может быть, кто-то на уроках или на парах. Может, на работе кто-то. Вы чем-то занимаетесь. А я вот сижу и просто смотрю на вот эти статуи. Давайте пока действительно на статуи посмотрим, что делать-то. Эх. Красиво. Интересная подпись. Классная. Это что, это шейкер? А, то есть они одинаковые, да? Просто название не отображается. Рикич. Блин, я ради названия хотел посмотреть. Моделька нам все равно не покажет. Ладно, пойдем к Дайер на базу. А тут вообще нет ничего. Они без скинов играют и без... Без этих... Без статуй. Хоть... Пульерчики. Умеются. Это что за покемон? А, это типа партикл-морфа здесь остались. Кайф. Кайф, кайф. Скинолики бы пока сыграли здесь на мини-карте. Мы бы посмотрели... О, СФ вернулся. Ничего себе. Па-па-пам. Все. Осталось сикера дождаться. Дело за малым. Ну, мне кажется, в команде Dream Maker должны быть применены какие-то санкции все-таки. Из-за того, что они не готовы. Ну, не знаю. Типа, на следующую карту, например, минуту-полторы до времени забрать. Ну, или вроде того. Потому что противник их ждал. Мы с вами ждали. Хотя о таких мелочах, как VPN, могли позаботиться заранее. Па-пам. Нам, вот, пусть и в качестве лесного предмета вернулась Аквилла. Как думаете, что-нибудь еще вернется или что-нибудь еще уберут? Щит, например. Когда-то редко милишные герои приходили на линию без щита и топора. Сейчас остался только топор. Но топор забирать нельзя. Как крепасов бить-то? Опор важен. Ой, я так надеюсь, что больше никто не отвалится. Потому что если сейчас кто-нибудь еще вылетит, потом зайдет Бладсикер. Ой, это будет прям совсем не кстати. Страшный пипец. Оп. Оп. Го-го-го. Так. Есть. Ну, слава всему. Наконец-то. Я уже забыл, что тут происходит-то. Поздравляю, друзья. Мы справились. У меня не исчезает тут значок. Так. Ну. Вард здесь дайр поставили. Тут радиант. Что касается боковых линий. Но. Не особо их ищут. А вот на центральной линии будет интересно глянуть, как поступит в итоге. Кстати, дриммейкер из тех команд, которые любят на раннем тайминге выйти в пятером в смоке. Найти кого-нибудь и оформить фбшечку. Вот. Пришел. Тусик проверил, есть ли здесь вард. А роуз его еще пока не тыкал. У него, кстати, и сентри тоже запуленный. Ну и все. Теперь он воткнул вард, когда тусик ушел. Сентри. Еще рано пока куда-то его оформлять. Битва начинается. Алина свой вард еще пока не реализовала. Ну, поехали. Наконец-то мы начинаем. Крипы побежали. Шторм немного их подстопил. Вот роуз продолжает их жестко блочить. Ну и... Для Алины не очень комфортно. В итоге крипы остались здесь. Доноситесь. Расходники эсэф после поднятия баунтирун докупил. Ну, четырех крипов уже добил он. Еще задинаил одного. Рож. Шторм пока только один. Вот второго успел подхватить. Четкая работа от эсэфа. На старте именно. На первых секундах. Линию. Морф против сикера. Кстати, интересный сетап. Морф 200 хп. Сикер может в один момент занаглеть. Попробовать его как-то подцепить. Конечно, тяжело будет. Но все-таки. Разом там шугает, пугает оппонентов. Ну, вроде пока без особых опасностей. Морф там проседает время от времени. Вот, решил понаглеить. Леонид все-таки, как я и предполагал. Но это может плохо закончиться. Поэтому он улетает на свой тавр. Пассивка в единичку взята. Ну и... Лина дальше. Вот с этого момента уже линия у... Линия у Лины должна быть более-менее комфортной. Маловероятно, что тут... СССР сможет как-то справляться. С таким давлением. Не имею ввиду, что он будет по КД умирать, понятное дело. А в плане именно... Добивание крипов. Боль. Боль для морфига. Перекачивается, конечно. Все дела. Но все же... Момент крайне неприятный. На нижней линии все поспокойнее, конечно. Сложнее здесь друг друга цеплять. Персонажем и с одной, и с другой стороны. Тут, безусловно, бёрст урон пусть и есть некий. Но все-таки не такой колоссальный, как на верхней линии морф. А я-то подумал, что ему там разбивает лицо. Нет, он просто перекачивается. Уф. Перекачивается в агилу. Поэтому остается на лоу хп. Так. Ну вот, типа, бладрайтами он его постоянно гоняет, заставляет отходить, но придется кучу манга себе или кларити вести бладсикеру, потому что иначе ему не хватит просто на бладрайде столько маны. Тут пока ровненько в миде стоят. Шторм и Роуз. Шторм напрягает соперника. Драгонслейв и... Там Феррифайр. А вот теперь уже у Шторма проблемы накатываются на него Сизи Уай и забирают Лину втроём в миде. Отличная работа от команды Дриммейкер. Законтрили Лину прям с самого начала. Плюс деньги для СФ, что очень важно. Тут не так много денег. Опыт, наверное, в данной ситуации важнее. Минус оформил именно Сизи Уай. Центральную башню сил тьмы атакуют. Ну и возвращается на своей линии суппорта. Да, там как-то не подрасчитал, видимо, Шторм силу своего персонажа. Ну и плюс пришла куча оппонентов, которые его... разбили. На СФ вот-вот тапок привезёт себе. Алина уже там себе что-то отправила. Ну, она нулик рецепт. Курьер сил тьмы был убит. Курьера подрезали Анидс. Здесь курсирует между Т1 и Т2 вышками. И вражеских крипов, и нейтральных добивает. Подцепили тем временем Греймстрока, но он просто на телепорте улетает на базу. В любом случае прогнали с упорта с линии. И... мало того, ещё и с телепорта его прогнали. Соответственно, дальше он только пешком вернётся. В этот момент можно немного Урсу тут попугать. Урса, кстати говоря, делает то же самое. Тоже улетает на базу. Понимая, что на линии уже опасно. На базе хотя бы подрегенить манку можно будет. И потом уже постепенно возвращаться как-то на линию вместе. Очередной Блодрайд. Морф доджит. У него урон воевом, но... Этих воевов не так много, как ему хотелось бы. Лина ушла. Лесных крипов бить, как и СФ. Со седьмого уровня. Уже приобретает себе Войтстоун. Выход в Юл. Ну, тут всё по ныне модной классике. На линии в итоге стоят два суппорта. Бьют крипов. На миде. Такая вот интересная история. На нижней линии, кстати, поддавливает постепенно. Веник всё-таки собирает форста в себе. А не некра. Ну, пока что так вот вырисовывается. Посмотрим, как там. Какие решения он будет принимать по ходу дела. Тразама щемет. Сбить нечем. И... А он просто улетает. С другой стороны, опять же, его прогнали с Лайна. Его заставили улететь с телепорта. Ну, правда, не на базу всё-таки, но тем не менее. И... Он не вернётся в ближайшее время. Регенит тут Урсу он своей флаской. Ну, и, соответственно, какое-то время окажется, он не удел. А тут Веник ушит линию. Ему не нужны никакие некрачи, если он играет через варды. 2-2-2. Прокачка. Варды, конечно, справляются пока что с вышкой. На Тусика закатиться пытались, но Ролинболдер мимо. Бладрайдом не попадают. Всё. Не туда. Поэтому, конечно, Тускар уходит. Вы обратите внимание на Нетворсы. То есть, Экстрим Гейминг сейчас по Нетворсам явно доминирует. Просто Урса и Бладсикер серьёзно отстают от своих визави. Там тем временем нападение пошло. Казалось, что хотели напасть на Лину. Ой-ой-ой. Упёрся лицом в ёлку просто Сикер тут же побежал за Тускаром. Бладрайд успеет Тускар из него выйти. Да, но тут Пангольер попадает под это дело. Сейчас Тускар будет... Сейчас будет Бладсикер под невероятным мувспидом. Гоняется за всеми. Там Лина под Рубтурой никуда не может пойти. Никому не может помочь. Леонид уходит в лесок. Ладрайд поймать его в Шарду не удалось. Леонид всё ещё бегает. Не попадает по нему вейформой. Морф потратили вард, чтобы видеть Леонидаса. Он в итоге перегораживает сопернику путь с деревом. Да ладно, и уходит с телепорта. Нечем подцепить. Нечем, нечем, нечем. Он просто ушёл. А в этот момент кстати пострадал. Веник в лесу тут решил понаглеть, поформить. Как только забрал Тавр, ну вот и поплатился. 3-1 счет в пользу команды Dream Maker. Сейчас очень много времени потеряли коры команды Экстрим пока гонялись за этим сикером. Нижнюю башню сил света атакуют. На миде пангольер и зюая против него сюда долетает Кускар. Кстати, Лина во вражеском лесу в соло. Недалеко, конечно, находится и Веномансер, но всё-таки если Лину выцепит, то Веномансер ей никак не поможет. Вот Руктура пошла, ТП аут, Роллин Болдер, Сторм, улетел. А вот Веник можно не уйти. Закатывается Тускар. Нет больше Руктура, поэтому Веник может здесь нормально повоевать. Так, забрали. О, заденайли земелю. Хорош, Леонид. Да, тут, конечно, сикер. Последние пару минут много полезных дел сделал для своей команды. Пошли нейтральные предметы. Нельзя останавливаться о Леонидусу. Сейчас он ухватил вот игру за жабры, что называется, и начал кошмарить оппонентов, начал делать крутые мувы, убивать, преследовать, динай тиммейтов. Вот нужно продолжать давление, потому что все прекрасно понимают, насколько сикер может стать бесполезным со временем. если сбавить обороты, знаете, с хускарами иногда происходит нечто подобное, когда просто не удается потом стать актуальным. Мурса тут помимо крипов еще вардики забирает. Тем временем погибает тусик. Леонидс очередной минус тиммейтов с маком помогли. И только сейчас итог боя появляется. Вы посмотрите, как поздно. Как эти итоги боя работают? тизюай, урна, клок. Дальше вполне вероятно будет какой-то глимер или вроде того. Мурса все еще пытается добраться до БФа. В ближайшее время, конечно, не получится этого сделать. Практически на фрифарме стоял все это время Морф. Первая позиция по Нетворсу наряду с Линой и СФ. Ну, тут Морбит Маска пока что в Яшу прямой выход. Дальше Манта из Эрио Скади в инвентаре. Так, а вот тут Морф может и остаться. Это нужно аккуратнее быть. Нет! Не надо. нам пауз. Преимущество чуть выше тысячи. Около двух примерно команда Extreme Gaming. По опыту пока ведут Dream Maker с небольшим отрывом. Совсем малым. Пока можно пробежаться вновь по предметам, которые не успели посмотреть SF с Юлом. Выход в Блинк. Сикер собирает себе родов Атос. У суппортов понятно, что еще рано что-то искать. Кстати говоря, с Юлом Лина плюс Тускар постепенно выходят на SF и если удастся его убить будет супер круто, но SF пока уходит в лесочек и походу с телепорта успеет скрыться. Ну, или даже без телепорта его на скане нашли. Шарды мимо полетел на него Тускар поднимает он себя в Юл. Теперь Лина дает в него стан Лагуна поехали на Резот с руки и Роуз рассыпается. Леонидес приходит Бладрайт Рубтура и минус Тускар. Ну, хотя бы какой-то размен. Так вот, морфлинга мы в принципе посмотрели и за морфлингом сейчас уже прилетает Леонидес только что на верхней линии убил оппонента и сейчас прилетает на центральную попытки убрать из расчетов и морфлинга а морфлинг перекачивается немного в силу и начинает отбиваться с руки от Сикера. Так, стоп, поехали на Виномансера. У Виномансера проблемы. Он тут почти под Тир-3 вышкой уходит с телепорта и этот телепорт сбить нечем. Вот, кстати говоря, о Виномансере урна Орстав ну и у суппортов как и у вражеских суппортов понятно ничего экстрим не имеют. Активно используют команда смоки на Asian New Bloom это не частый случай откровенно говоря. Поэтому радостно мне, что команда создает игровые ситуации несмотря на разницу по идее в силе коллективов. Есть еще смоки в экстрим. Нет, у экстрим смоков нет. А вот у дримейкера они имеются и тут же закатываются на Тусика на верхней линии промахивается Кайлом СФ. Вот это беда Сизюая закрыли под Тавером. Не боится Тусик идти дальше в атаку. Он на самом деле здесь погибнет скорее всего, но тем не менее он продолжает сражаться. Забрали тем временем земелью погибает все-таки Тускар прокатывается Каркур погибнет скорее всего Пангальер уходит он под Тавр под Рубтурой находится его пытается добивать Леонида Сэта тоже получается сделать погиб тем временем СФ вгрызаются тут же Ив Сикера а куда он делся он уходит с телепорта и нечем сбить ДП ну точнее было чем не успел Морф отреагировать полетело Такая вот история Так нападение Троза отбивается он Сизюуа вновь подключается Леонида с огромной проблемой теперь уже и Виномансера Виномансер отступает все это время находится под ультимейтом от Сизюуа пошла нова но не может никак сейчас воспрепятствовать смерти своего тиммейта морфлинг и придется отступить тоже под магнитайзом с этими делами не рисковать лишний раз Курьер сил тьмы был убит центральная башня сил света хотя мне кажется морф если постарался добить все таки сикера но возможно это стоило бы ему жизни силы света используют сканирование центральную башню сил света атакуют так сикер уже практически приобрел себе рода фотос как только он появится можно будет реально хватать любого по сути персонажа но еще больше проблем появится у пангольера он и так включает роллинг тандер получает руптуру и ему пипец под рот фотосом от него вообще ничего не останется тут забирают тем временем вина мансера через реквим асоусы юл септер урса бф выход в бкб блинг от сф уже был реализован целый набор себе оформил морф через тайну лавку можно будет отправить курьера купить себе ультимейт там возможно салатов не хватит просто на весь этот затар во вражке леса заходит команда экстрим гейминг ищет сф сф отступает шарды в очередной раз кривоватые пока что тусик что земель как-то не попадает своими скиллами в те моменты когда это больше всего необходимо хотя вот один раз там жестко закрыли земелью под тавром с шардами каркур накатывается на трозам трозам ой каркур застрял бедняжка добьют конечно гримстро но я думаю рассчитывал он еще и попытаться сф тут как-то выцепить нижнюю вышку сносит команда экстрим гейминг прожимается конечно фортифай но фортифай в ответ и прожимают экстрим гейминг чтобы крипы пожили чуть подольше и остался тавр без бэкдора без бэкдор протекции точнее решили проверить не забирают ли в этот момент с урса рошана соперники нет урса просто фармить дальше свой блокинг бар так тут возможно столкновение на центре если вдруг да если вдруг захотят дриммейкер родофотос плюс блодрайт не контрится я не думаю что шторм сильно испугался бкб есть ничего страшного также блокинг бар от блатсикера эсэ тот же самый артефакт морф пока обойдется и без него он веномансер тоже точно справится без блокинг бара а вот земель скорее всего уже постепенно любит сзюай на земель собирать сразу же после урны грейзи на себе бкб закатывается очень опасный пускар не знаю что ли оно того вроде как уходит пока на форстаф помогает мовиномансер прошла нова должен забрать сзюай без проблем закатывается на него каркор минус сзюай ну а дальше тут никого не поймать 100% отступает команда дриммейкер блатсикер под новый под пользу инстинга конечно под этим драться урса до бкб осталось буквально 200 монет хочется это все дело собрать тут тем временем рошан падает в смоках выходит команда дриммейкер успеют ли они скорее всего до падения рошан должны успевать там чуть-чуть осталось закатиться нет некому блатрайт пошел но рошан упадет и аегис достается морфингу вот теперь драться команде дриммейкер явно не стоит соперник в данный момент обладает нехилым таким файт потенциалом так еще и с аегисом морфинг будет 200 с руки нарезать плюс манта есть его как-то за сайленсит не получится скорее всего ну и за бкб просто полетел урса теперь артефакт у него имеется у эсэфа у эсэфа еще не скоро конечно я так понимаю где-то уже огарклаб имеется верхняя башня сил света разрушена длина выходит в шиву так шторм шторма проблемы бкб тп аут да тут других вариантов не остается успел улететь до того как урса его доел поймали тускара но вроде укатывается в этот момент морф из этой драки тускар еще немного времени потянет и вот все правильно морф закидывает камешек но понятно что таска не спасти шива через 2000 блин да еще долго морф наверное хотелось бы реализовать свой эггис возможно будет ждать пока не соберет иглсон и уже шотганом можно будет пойти подраться как-то попытаться этот эггис разменять забрать пару вражеских коров снести одну две вышки вполне вероятно именно на это и расчет локинг бар блатсикер собирает веномансер выход в родов атос еще не скоро он будет тысячу нужно поднакопить урса собирает блинг по нетворцу держится на уровне но бф конечно способствует этому делу тревела 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 плюс хекс ароуз решил убрать оп кстати говоря морф то мог бы закатиться хотелось сказать но вот как-то тут в ю сразу попал инста ю от эсэфа и до свидания прикольно что еще веник будет сбивать все эти блинки и урс и эсэфу по возможности конечно поймали тут на время конечно пангольера тут же его сбрили падает так же и тусик очень жестко начинают драку дриммейкер потеряли пока влад сикера ну а морфлинг лишится аэгиса дальше что укатится ли он забрали там кстати говоря аверспирита морф вкатывается на урсу опасно действует морфлинг очень опасно очень больно ему вейформы нет не знаю зачем он закатился в соло на трех персонажах был ли в этом хоть какой-то смысл три в два в итоге разменялись плюс потерянный аэгис у команды экстрим гейминг ну забрали тавр но это конечно маловато патрик патрикап видимо а добрый вечер драка конечно определенно в плюс команде дриммейкер плюс еще стоит учесть время которое морфлинг просидит таверни без фарма без развития толком ну вот в данный момент на одном уровне с эсэфом они отстают от Лины с урсой а Лина уже с шивой двойной урон верхнюю башню сил света атакуют роза видит неужели опять какое-то жуткое нападение вот тут его кстати говоря пригвоздили очень опасно там также рискует и виномансер подставиться на него закатывается сизюай ну а тусик погибает и скорее всего вразмен погибнет эрспирит где там виномансер где его ультимейт потому что шторм сейчас точно погибнет как и каркор все минус 3 вразмен на одного земель какая-то очень странная дурацкая драка от команды экстрим гейминг один закатывается в одного другой охотится на другого третий убегает от урсы каждый занимается чем попало и в итоге естественно уже преимущество начинает склоняться в пользу команда дриммейкер жестко подставляются в последних двух драках экстрим гейминг в те моменты когда это абсолютно не нужно непонятны какие-то действия и соответственно дальше последствия которых они могли бы избежать плюс 1667 золото для команды дриммейкер минус 132 для экстрим гейминг вот как бы вновь убили одного земель у которого 7 смертей но я думаю он готов умирать хоть каждые пару минут если в итоге это будет вести к смертям вражеских персонажей раз за разом зарел блэйд уже есть у морфинга дальше выход в блокимбар каркор юл роуз все еще далек от хекса зато приобрел уже травела себе как там урса дела башер башки пролетел и минус тавр скорее всего на верхней линии отступил анноун все таки фортифай имеется не хочется подставляться блокимбар да собирается льер спирит в принципе и ожидалось так морф далек еще конечно от блокимбара много работы впереди аганим собирает веномансер аганим нужен наверное все таки и линии мне кажется тут он был бы актуален с этими бкбшками шторм напрягает тертревышку на боте сф обозначил свое присутствие но роуз вроде как не является настолько грозным оппонентом как тот же анноун курса тут раздает очень больно перед каждой дракой нужно ага так погодите шторм боль страдания смерть вышел с базы парень пижин имеется конечно тут легко ловить вражеских персонажей так вот перед каждой дракой нужно венику расставлять ворды прям вообще везде чтобы попытаться сбить блинки эсэфу с урсой иначе драка не представляется возможным второй раз шан сырный уже падает ну и за него подраться конечно экстрим гейминг никак не могут без своего топа по нетворсу сикер сикер салебардой салебардой вардами вардами вероятно сейчас нападать команде экстрим гейминг на соперника будет очень тяжело то есть скорее всего это будет такая чисто оборонительная дальше катка от экстрим гейминг будут пытаться поймать соперника на ошибке но ошибутся ли их оппоненты такое ощущение что не должны дримейкер как раз из тех команд которые могут нас удивить в плохом смысле и проиграть то что по идее не надо было проигрывать сф с циром так а вот лучше не рисковать наверное все таки виномансеру он так выходит мы видели как лину быстро сбрели виномансера это наверное даже попроще в каком-то смысле будет тут в смоках прогуливается команда дримейкер закатываются на понятно шторм прожимает бкб стоит он под руктурой постарается подражаться но с урсой он ничего не может поделать блокимбар урси не помеха взрывает тут же виномансера рассыпается команда экстрим гейминг и 30 минута руны пошли сражение за руну естественно пангольер проигрывает причем проигрывает его смертельно а он успел руну захмутал руну но сам погиб минус 4 минус 4 и 8к преимущество на стороне команды ремейкер да без морфа конечно тяжеловато приходится команде экстрим падает тавр в центре смещение идет на топ от эсэфа на бот от его тиммейта все таки тут стоит еще тирадим вышка фуловая абсолютно вот за нее можно приниматься да как-то пересобирается команда экстрим вчетвером возможно с целью фарма просто прикрывает морфинга стоят тут толпой над ним ага нет смоук прожимают все таки действительно решили перейти в атаку но это может очень плохо для них закончиться проходит пока туда ближе к урсе урс по-моему все чувствует да плюс у него аэгис есть к нему команда может подтянуться через аванпост то сейчас будет драка опять на 5 просто и она команде экстрим гейминг явно не на руку они тут помрут все вполне вероятно врыв пошел на шторма лина в локимбаре пытается отбиваться в юоли полетал погибает тусик погибает лина забрали только одного гримстрока и блат сикера скорее всего нет он убегает вы посмотрите улетает просто максимально мы в спиде тут уже минус виномансер полетел морфинг за сикером удастся ли его забрать нет не получается теряет морфинг всю команду гг пишет шторм первая карта уходит в пользу команда дриммейкер закинули все-таки экстрим таким пиком проиграли красава че да лина просто в каждой драке по кд умирала ничего не мог сделать то есть проживал бкб и умирала турса все это вся история шторма в этой катке морф бегал по линиям фармил в последнюю драку пришел побегал за сикером не догнал ничего не смог сделать ну а про остальных я вообще молчу тут грустная история для всей команды экстрим гейминг ну и для тех кто болел за них на первой карте по крайней мере ну ладно дальше вторая будет и возможно даже третья поэтому друзья я надолго не прощаюсь увидимся с вами после короткого перерыва субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok